Учебно-производственный комбинат и учебно-профессиональные курсы, коротко УПК. В Чубаксарах работали два разных образовательных учреждения с одинаковой аббревиатурой, направленностью обучения и одними и теми же фамилиями в руководстве. Глава Чуваши поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации. Тему подняли на еженедельном совещании в Доме правительства. В определенный период работы обе организации готовили одинаковых специалистов. Разница лишь в том, что курсы коммерческие, а комбинат находится в ведении Минструя Республики. Учебные базы имелись как раз у государственного учебного заведения. Члены правительства выясняли, есть ли они у коммерческого и на основании каких документов. Специальности какие? Машинисты, кранов, электро-газосварщик, газорезчик, операторы котельных и техпечей, электробезопасность, промышленная безопасность и так далее. Документы просто так выписывают, что ли, не проводя обучение? Где, я говорю, учебные базы? С 13 по 16 годы, как мы предполагаем, проходили вот так обучение. За счет средств и преподаватель состава государственного учреждения совместно проходили обучение специалисты, получается, которые принимают заявки уже не коммерческой организации. А что до сих пор вы бездействовали и ваша команда? Сейчас, на сегодняшний день, мы все документацию собираем полностью. Вот мы об этом не говорим, что господин Князев не передал документы. Валерий Князев, ныне директор как раз коммерческих курсов. На этот пост он заступил день в день после уволения с такой же должности в госучреждении, учебно-производственном комбинате. До того коммерческим УПК руководил бывший юрист УПК государственного. Ситуации сейчас разбираются Минстроя, Минобор, Минюст и правоохранительные органы. Один из вопросов, на каком основании коммерческое учебное заведение получило лицензию на обучение.